Утро Карачаева Черкесии приветствует вас. В нашей республике множество прекрасных мест, которые так и манят туристов не только нашего региона, но и всей России. Одно из них – Медовые водопады. О туристическом потенциале расскажет руководитель туркомплекса Муса Баташев. Медовые водопады в последнее время достаточно большим спросом пользуются. И, может, это и близость к Кавказскому минеральному воду, здесь, допустим, до Кисловодска – 10 километров. И мы знаем, что на Кавминводах порядка 140 санаториев и чуть больше гостиниц. Население порядка 1,2 млн. И на Кавминводах достаточно много приезжают. Ну, приезжают также из Старопольского края, из Кабарния, Болгарии. И наши жители приезжают. Ну, летом обычно 1200-1400 человек в день. Примерно такая статистика. А как Вы думаете, вот с какой цели же доедут? Со всей России? Ну, люди едут в Карачаево-Черкесию, потому что наш регион, я считаю, что самый красивый. И по флоре, по фауне нет равных даже во всей Российской Федерации. И вот этот горный воздух сам. Я уже не говорю про Архест, про Думбаи. Вот эти горные реки, ландшафт очень красивый. По разнотравью, по горам я считаю, что нет. Я знаю и соседние регионы. Я могу твёрдо сказать, что наш регион самый красивый. Расскажите про музей, который находится на территории здесь, и про небольшой такой запад. Ну, мы здесь сделали небольшой музей, карачайский этнографический музей, карачайское подворье называется. Мы собрали утварь, как жили карачаевцы, как наши жили предки там, аланы. Ну, немножко истории, чтобы люди, которые приезжают, ну, чтобы познакомиться с нашим бытом, как мы жили раньше, как мы живём сейчас. Ну, немножко, чтобы историю дать людям. Потому что люди, которые приезжают и отдыхают, не только просто чисто физический отдых. И вот познавательная часть сегмента отдыха сейчас очень превалирует. И люди интересуются экскурсиями, дальними, ближними. Ну, и, конечно же, история, история культуры народа в Карачаево-Черкесии. А запад? Здесь у нас, здесь у нас как бы домашние животные, рядом с музеем. Это вот карачаевская лошадь, карачаевцы. Ну, мы собрали то, что обычно у нас дома находятся. Там козы, есть бараны, там, да, допустим, там какие-то куры домашние. Это просто для детей. Я не говорю, что 100%, но абсолютно большинство, все довольные. И я думаю, что наше кавказское гостеприимство, еда, экологическое чисто, активный отдых, всё это в сумме даёт хороший результат. Люди приезжают. У нас есть отдыхающие, которые приезжают на конные туры 20-25 раз. Вот стулы есть, там женщина 25 раз приезжала, с Москвы есть. И есть, которые приезжают, даже на пьяницу прилетают, катаются на лошадях. Ну, по 10 раз есть несколько человек, которые приезжают с Москвы. По программе развития внутреннего туризма при поддержке руководства республики сделали шикарную современную автодорогу. Вот три года мы пользуемся, она не уступает ни одной дороге. Современная, там не хватает освещения, ну, обещали освещение сделать. И благодаря вот дороге тоже, потому что раньше была гравийная дорога, многие иномарки, как бы, автобусы отказывались ехать. Поэтому руководство тоже делает, сейчас появились гранты, помощь есть. Так что развитие туризма, я думаю, что большое будущее в республике. Далее прогноз погоды, а в 9 часов смотрите Вести с Северный Кавказ. Удачного всем дня и до встречи в эфире. В Харачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 11-14. Температура ночью 12-17, в горах до плюс 10, днем 25-30 градусов тепла и местами до плюс 21. В северных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 14. Температура ночью 15-17, днем 28-30 градусов тепла и высокая пожароопасность. Субтитры подогнал «Симон»!